Нескруженному зрителю может показаться, что этот турнир по ММА. Но как же? Вот работа в стойке, переводы в портер, борьба. Но только это не смешанное единоборство, а в некотором смысле их прародитель Панкратион. Точнее его современная версия. У этого вида единоборств в Омске большие по-настоящему славные традиции. Здесь проходили всероссийские и международные турниры. Есть и свои чемпионы, в том числе победители международных соревнований. Лично я для себя в Панкратионе подчеркнул дисциплину. Спорт он вообще дисциплинирует. Тем самым мне помогает в общественных делах. Сегодняшний турнир самый крупный за последние несколько лет. Соревнуются не регионы, а спортивные клубы. Мы первыми поставили смешанные виды единоборств на соревновательную основу. До нас этого никто не делал. Были, конечно, другие единоборства, ведомственные и все прочее. Внутренние, войсковые и тому подобное. Но вот именно чтобы сделать этот вид спорта, именно Панкратион сделать видом спорта, чтобы соревновались и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. Ну вот я считаю, что мы внесли достойный вклад в развитие этого вида единоборств. География команд-участниц от Волгоградской области до Якутии. Приехали и гости из Казахстана. Всего около 150 участников. Большинство из них занимается не только Панкратионом, но и другими смежными видами. Тут рукопашный бой и все те же смешанные единоборства. Панкратион мне нравится за его динамичность, что можно от ударной техники перейти в борцовскую и на образ борцовской перейти в ударную технику. Моя любимая комбинация – это серия ударов. Например, два прямых боковой и ногой удар по корпусу. После этого соперник может упасть на колени, я его добью. Есть на турнире настоящие звезды. Например, Мансур Салтамурадов – профессиональный боец ММА. Для него это тоже возможность не зацикливаться на одном единоборстве, а выступать в разных дисциплинах. Я сам базовый борец. Всегда любил стойку. И езжу на Панкратион, чтобы показать свою стойку, чтобы развиваться в этом направлении. Сам базовый. Ну, занимаюсь ММА. Выступаю профессиональный боец. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из клуба «Сибирский тигр». Это Новосибирская область. Вторыми стали бойцы из Екатеринбургского клуба «Гатхэнд». Третьими – омские спортсмены из клуба «Альянс». Победители в своих возрастных и весовых категориях получили не только награды, но и путевки на Кубок мира. Международные состязания пройдут в Москве в конце мая. Ирина Лоц и Руслан Хасанов. Вести. Омск.